В фильме «Место встречи изменить нельзя» исполнил роль Шарапова, Владимир Конкин. Эту роль должен был исполнить Евгений Герасимов, но актер отказался из-за своих убеждений. Был уверен, что этот герой ему не подходит. Впоследствии Герасимов сильно пожалел о своем решении. Юрий Яковлев прекрасно вжился в своего персонажа Ипполита в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». В кадре смотрелся гармонично. Исполнить роль Ипполита должен был Олег Басилашвили. Причиной отказа от роли стал внезапный уход отца. Леонид Филатов исполнил роль Игоря Скворцова в культовом фильме «Экипаж». Исполнить эту роль должен был Олег Даль. Олегу постоянно что-то не нравилось в процессе съемок, указывал на недочеты и в итоге решил уйти из этого проекта. С ролью Шурика в фильме «Кавказская пленница» прекрасно справился Александр Демьяненко. Александр смог раскрыть персонажа и показал его находчивость, оптимистичность. Должен был исполнить эту роль Александр Потапов. Актеру сразу пришлось не по нраву роли, долго думал, играть ее или нет. В итоге решение за него принял режиссер, найдя достойную замену. Роль Юрия Деточкина в фильме «Берегись автомобиля» исполнил Иннокентий Смоктуновский. Иннокентий смог показать слабохарактерного Юрия в полной красе. Ильдар Вязанов же изначально видел в этой роли только Юрия Никулина, именно под него писался сценарий. Никулин же был уверен, что главный герой противоречил его типу личности. В фильме «17 мгновений весны» роль умного и обаятельного Штирлица исполнил Вячеслав Тихонов. Изначально режиссер рассматривал на эту роль Всеволода Санаева. Актер, узнав о предложении играть начальника гестапо, наотрез отказался. Роль Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни» исполнил Николай Годовиков. Николай сыграл образ искреннего и бесстрашного красноармейца. Эту роль предлагали актеру Савелию Краморову, но он отказался. Актеру не понравился персонаж, да и сценарий, по его мнению, был слабеньким. После успеха фильма, Савелий понял, как ошибался. Спасибо за ваше внимание, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.